книга открытым оком том 10 вопрос 2330 тема спорт почему шахматы играть нельзя так как это и бесполезная трата времени и азарт а в футбол можно разве это не присуще первой и второй игре второе так евангелие от марка 4 глава с 12 по 18 стих а вторая маковейская простите 4 глава 12 по 18 стих намеренно под самую крепостью построил он училище для телесного упражнения юношей и привлекшие лучших из юношей подводил их под срамную покрышку так явилась склонность к эллинизму и сближения с иноплеменничеством вследствие непомерного нечестия и осона этого безбожника а не первосвященника так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и презирая храм и не родя жертвах спешили принимать участие в противных закону играх полестры по призыву бросаемого диска ни во что вставили они отечественный почет только эллинские еллинские почести признавали наилучшими за это постигла их тяжкое посещение и те самые которым они соревновали в образе жизни и хотели во всем уподобиться стали их врагами и мучителями ибо нечестиво поступать против божественных законов невозможно не наказано как показывает наступающие затем время господь осуждает любые виды спорта отвечает игнатий тихонович лапкин при игре в шахматах при игре в шахматы люди спокойно сидят думают и нет ажиотажа нет хулиганство среди болельщиков фанатов а в футболе страшный азарт свист крики драки погромы и убийства так что если запрещены игры в шашки в шахматы в кости то тем паче должны быть запрещены игры в футбол хоккей и другие подобные но так как эти игры возникли много позже соборов потому прямо так они и не могут быть названы в библии потому прямо так они и не могли быть названы в библии и на соборах тогда были ресталища конские о них много порицаний уживших тогда проповедников указанные места библии а греческих полезных говорят не просто об играх а о насильственном введении их в иудеи чтобы отвратить сынов божьих от бога и привести к идольскому нечестию и к присяге под срамной крышкой партбилета и профсоюза тогдашнего выделенные места здесь прямо о том говорят я ни разу в жизни не был на этих игрищах на стадионах а про телевизоры говорить не стоит его у меня и нет у нас потеряевки иногда во время отдыха воскресенье играет футбол волейбол баскетбол бегают наши братья и сестры и дети это просто игра движения без азарта без отречения от иеговы бога сущего а иначе нужно будет запретить и игру в городки в которую играли царь николай второй и другие верующие игру в волейбол лапту и в мяч вообще нельзя будет и бегать а нужно только сидеть в пещере киевской или псковской дети играют мечом и о том читаем в житиях о евсевии их не осуждает никто как и в житии михаила клопского во многих житиях подчеркивается что будущие отшельники в детстве не играли в игры не играли но остальные значит играли и их христиан и детей христианских никто никогда не осуждал евангелие от луки 732 они подобны детям которые сидят на улице кличут друг друга и говорят мы играли вам на свирели а вы не плясали мы пели вам плачевные песни и вы не плакали житие афанасия александрийского память 18 января дети в детстве избрали его епископом при игре житие и в тихие патриарха память 8 апреля играли я патриарх написал о том что детям нельзя играть а вот ну вот я патриарх это в кавычках он написал о том что детях нельзя о том что детям нельзя играть а взрослым и подавно что господь осуждает всякие виды игры или все виды спорта о том нет ни слова в библии но эти виды упражнений мало полезны но не бесполезны так как физически развитый человек и в духовном может потрудиться больше хилого болезненного тело наше храм и о нем нужно заботиться упражнять его 1 тимофею 4 8 ибо телесное упражнение мало полезно а благочестия на все полезно имея обетование жизни настоящей и будущей спорт профессиональный когда для этого только и живут то это вредно и бесполезно у нас был такой один в общине он пропускал воскресные службы из-за того что у него в те дни были выступления за свою команду мы его исключили когда он добровольно не подчинился оставить такие подвиги не во славу христа притом эти чемпионы страшно ленивые на настоящую работу им нужны чужие глаза зрители просто так просто так что то непонятно или в огороде пол а просто так носилки носить или в огороде полоть тут они слабые им тень нужно уже устали приходится избавляться от них уже через день как от паразитов тщеславия или профессиональный спорт это одно и то же спорт страшная вещь это глубокая яма огромные средства потраченные впустую на потеху бесам и обрамовичам в конце после золотых в конце после золотых медалей олимпийских они раздавлены брошены запиваются если сегодня все до одного спортсмена уйдут на обыкновенную работу то все только выиграют от этого профессиональный спортсмен не может быть настоящим христианином настоящий христианин не может быть хорошим спортсменом выступающим на аренах о если бы голосом могучего пророка сумела миру крикнуть я проснись святает утро недалеко проснись душа в опасности твоя годами ты дремал в греховном заблуждении и заповедь христа ночами попирал подумай хоть сейчас ты о своем спасении покуда для тебя часы гнева не настал смотри ты спал совершили все знамения что предвещают нам пришествие христа остались может быть минуты промедления и приговор прочтут тебе его уста тогда раскаяние уже больше не поможет христом отверженный ты будешь осужден и как-то твоему сам бог печать приложит за то что ты отверг его святой закон о где взять слов и силу вдохновения чтоб убедить тебя что часто и недалек смотри кончается христа долготерпения и заревом христа олеется восток о если бы голосом могучего пророка сумела крикнуть я проснись святает о если бы голосом могучего пророка сумела миру крикнуть я проснись святает утро недалеко проснись душа в опасности твоя ольга чумина